С 1 февраля в Красноярске, Новосибирске, а также Хакаске, Хабакане и Черногорске действует режим черного неба. Так называется режим неблагоприятных медиаусловий, при которых рассеивание вредных примесей в атмосфере затрудняется. Такой режим вводится в основном для промышленных предприятий и имеет три степени опасности. Первый из них действует сейчас в Новосибирске. Предприятия должны обеспечить снижение концентрации загрязнящих веществ в председательном слое атмосферы на 15-20%. Режим черного неба уже не раз объявлялся здесь этой зимой. В конце ноября-начале декабря он держался около двух недель на фоне установившейся в городе морозной и безветренной погоды. При антициклональном характере погоды в атмосфере наблюдаются нисходящее движение, так как это такой избыток массы воздуха, который стационирует всю зиму в сибирском регионе. Как следствие, выбросы предприятий, выхлоп автомобильного транспорта не могут покинуть приземную слоу атмосферы, как следствие изменяется прозрачность атмосферы. Именно поэтому такой режим называется режимом черного неба. По словам местных жителей, смог имеет характерный машино-химический запах. Жители Красноярска сообщают, что третьи сутки они не закрывают окна дома. Также темный воздух можно увидеть. Утром тьма сгущается настолько, что видимость становится 10-15 метров. Снег в Красноярске и соседних городах также имеет серо-черный оттенок. Угольно-масляная корка наслаивается на сугробы. Такая ситуация перманентно или ежегодно наблюдается в Красноярске. И связано это не только с таким стационирующим антициклоном, но и с тем, что орографически данный город расположен не очень выгодно. Он расположен в котловине, что препятствует ветровым потоком разгоняться и тем самым формировать завихрение и уносить примеси, которые скапливаются в итоге в приземном слое атмосферы. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима неблагоприятных метеорологических условий советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу. Явление антициклона не постоянно, происходит это преимущественно зимой. С наступлением весны и интенсивно нагрева материковой поверхности антициклон прекратит свое существование.